Каковы итоги социально-экономического развития региона за первый квартал? Как будут проводиться дорожно-ремонтные работы в Прииртышье в этом году? Эти вопросы были в центре внимания на аппаратном совещании в областном Акимате. По итогам первого квартала по темпу прироста инвестиций Павлодарская область на седьмом месте в республике по вводу жилья на пятом. Довольно оптимистичны выглядят прогнозы по региональной промышленности. По темпам строительства ожидаемые показатели составят 100%, отметил руководитель соответствующего ведомства Кадалжан Сатиев. Глава региона подчеркнул, что надо учитывать весь год в целом. Есть отрасли, где отмечены и снижение показателей, электро- и водоснабжение, животноводство. Времени на исправление положения на самом деле осалат не так уж и много, заметил Аким области. Глава региона подчеркнул Павлата. На дорожные ремонтные работы в этом году в Приятыше выделено 13,7 миллиарда тенге. Среди них средний ремонт областных дорог Ивановка-Трофимовка-Граница с Российской Федерацией, Экибасуз-ГРЭС-2, а также Беловка-Калкаман. Тем не менее, в последнее время из-за увеличения интенсивности движения и роста осевых нагрузок транспорта, разрушение дорожного покрытия происходит быстрее, чем это было ранее. Как показывает практика, ежегодная протяженность разрушаемых участков на автомобильных дорогах местного значения после зимнего периода и прохожение межремонтного срока составляет порядка 500-600 километров, или 15% от местной сети. И что в два раза больше планово показать ремонтных работ текущего года. Основная причина, помимо транспортной нагрузки, несоблюдение межремонтных сроков. Это характерно для ряда районов. Но и само управление должно принять меры, считает глава региона. Как руководитель отраслевого управления, должны довести до них нормативы. Есть. Нормативы, чтобы темпы восстановления дорожных работ, они превышали регулярно темпы разрушения дорожного полотна. И это зависит от эксплуатации, от зимнего, осеннего содержания, от агрессивной среды, от перегруза, от давления на дорожное полотно и других каких-то причин. Поэтому у вас должен быть план, как это все сделать, и отдельно по каждому району вывести, какие акимы не... Нужно было здесь показать, какие акимы не своевременно не выделяет средства на проведение ямочного ремонта, не занимается подготовительной работой. И после этого, пожалуйста, здесь содержание, да, мы видим. Но здесь не видно, нету показателя, где вот надо было красные районы, красным покрасить, те районы, которые... Где темпы... Вроде выделяем средства, но все время догоняем. Это как система теплоснабжения там в областном центре. Нужно ремонтировать там 25 километров, мы ремонтируем 5, и каждый год у нас износ увеличивается. Так точно. Поэтому для этого, получается, деньги в песок. Чтобы этого не было, нужно вот эту карту составить. Канат Кашкиров также назвал причину того, что подъездные дороги к селам при Итыши не могут отремонтировать. Как правило, эти проекты – мини-100 миллионов тенге и не поддерживаются в профильном министерстве. Но и здесь надо искать выход. Париитет – это люди. Не будет подъездных дорог, а транспортное сообщение, оно будет прервано. Никто туда не будет ездить, люди будут высказывать недовольство. Поэтому найдите решение, предложите вариант. Поэтапный – это приоритет на данный момент. Мы видим в структуре дорог районного значения, вот подъездные дороги, наверное, у нас самый такой критичный показатель. Ими серьезно никогда не занимались. По этой причине туда не заезжает транспортное сообщение, нет межрайонных там перевозок. Поэтому предлагайте решение. Подводя итоги, Аким Албуси отметил, предстоит выполнить большой объем дорожно-ремонтных работ. Но первостепенной становится задача завершить до конца апреля ямочный ремонт дорог. Мурат Белмажет и это Сахпарат. Мурат Белмажет